Гелена ждёт уже третьего ребёнка. Двух первых своих дочерей она кормила грудным молоком. Хоть материнство не впервой, девушке интересно узнавать всё новое о развитии, воспитании детей. Поэтому она и пришла сегодня на занятия. У меня есть ряд знакомых, которые отказались, но по своим причинам, да, там и молока не было, и, может быть, недостаточно его было. И дети отличаются. Отличаются в плане поведения, в плане восприятия информации. То есть у меня вот первая моя дочка, она заговорила в год. Ну, как бы для года – это очень ранний возраст. В мере менее половины грудных детей в возрасте до шести месяцев получают только грудное вскармливание. Не всегда у мамы есть возможность сохранить молоко. Причин тому много, начиная физиологическими и заканчивая социальными. Например, если женщине надо рано выйти на работу. Но при правильном подходе, уверяет Евгения Савельева, организатор недели поддержки грудного вскармливания, сохранить молоко реально. На самом деле сейчас очень много информации в интернете, море источников и ассоциация АКЕФ. Также каждый консультант сам по себе старается выкладывать статьи, какие-то видеообзоры. На ютубе очень много информации. И самое главное, кстати, можно посмотреть видео по прикладыванию ребенка к груди. Это основной момент, которым должна научиться мама. И тогда многие проблемы при правилах прикладывания либо не возникают, либо очень быстро решаются. Если у нее не получается, то она всегда может обратиться к консультантам. У нас в Воронеже есть сайт ГВ36. Там собраны большинство консультантов Воронежской области, которые могут помочь мамам. Грудное молоко улучшает пищеварение ребенка, вырабатывает защитный иммунитет, помогает в развитии головного мозга, стимулирует улучшение эмоционального контакта между матерью и ребенком. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сохранять грудное вскармливание до шести месяцев, а после продолжать его вместе с прикормом. Проводились исследования, и они есть в общем доступе. И доказано, что когнитивные способности тех детей, которые находились на грудном вскармливании и на искусственном, они значительно отличаются. Когнитивные способности – это способность к мыслительным процессам, способность развиваться, способность учиться, работать. Грудное молоко, оно с возрастом меняется, и оно подстраивается под потребности ребенка. То есть потребности ребенка в три месяца и потребности ребенка в год, они немножко разные. И, соответственно, состав грудного молока тоже разный. Поэтому польза есть, и в первую очередь это иммунная защита. Неделя грудного вскармливания проводится по всему миру с 1 по 7 августа с 1990 года. С тех пор, как была принята декларация о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания. Материнское молоко считается залогом здоровья ребенка. Сегодня в мире активно популяризируется информация о его пользе и важности этого процесса для матери и ее ребенка. В Воронеже мы с коллегами стараемся поддерживать эту идею, потому что хотим донести до большинства людей, как можно большего количества людей, что грудное вскармливание возможно, самое главное. То есть любые проблемы можно решить, было бы желание. Мы уже перестали уговаривать всех кормить груди, потому что это дело каждого решает, это мама и ее семья. Да, медицинские организации давно уже говорят о том, что это единственный правильный выбор питания для ребенка новорожденного. Тема всемирной недели грудного вскармливания этого года – создание условий для работающей кормящей мамы, предоставление ей оплачиваемого отпуска или организация комнаты матери и ребенка на рабочем месте. В Воронеже неделя грудного вскармливания продлится до 7 августа. Завершится она в 5 часов вечера в парке «Патриотов», где пройдут мастер-классы, йога и фотосессия.